окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате мутрополис запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше расследование мы опять-таки находимся в кабинете тотеля чтобы что-то здесь найти но в принципе мы здесь все полностью осмотрели есть на что мы еще не знаем что сделать это форнитула алкалахи да как-то ее накормить нужно ли напоить но мы не можем пока что ничего с этим сделать у нас и нечего ей отдать у меня появилась другая мысль по поводу но вот этого марсианского растеница так где здесь выход вот смотрите у нас ведь здесь есть скажем так модель марса сделанная полностью из марсианской почвы давайте попробуем это марсианское растение сюда запихнуть это марсианское растение думаю лучшего места для пересадки не придумаешь тут мне понадобится мой мастерок я поношу горшочек с собой так он немного просел но растение прижилось на славу что это такое генри я подумал что растение сможет тебя немного взбодрить она очень милая тот у любые она понравилась уху похоже она и правда скучала по родной земле ай 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 горячо будь ты проклят ужасно жгучий марсианский чили так мы не можем его взять нас кстати появился горшочек горшок это хорошо но подождите а как мы можем этим я перец не срежу и я не хочу вырывать его с корнем так нам нужно как-то перец этот взять ужасно он горячий это у нас только халат или халат и перчатки давайте попробуем так а я не могу его одеть нет халат мы ей отдавать не будем как водить может так попробовать применить если я возьму перец рукавом моего халата то не обожгу пальцы тише аккуратнее достал я вообще-то думал ты оденешь халат перчатки там все такое то есть защитные костюмы и тогда его возьмешь но ладно перец чили у нас есть ай жжется ладно так по поводу горшка нам ведь вообще нужно сделать и чай для карлаты на липовый чай мы уже знаем где вода находится нам нужно нужно было емкость для воды ну и у нас теперь есть горшок отойди чуть-чуть можно мне немного воды я могу вырубить тебя одной ресничкой то есть конечно верить что тебе нужно спасибо нужно немного промыть горшок вот так чистый горшок с водицей отлично он его даже помыл куда-то вот сюда иди для настоян для настойки мне нужна горячая а не холодная вода но я помню что у нас здесь есть штуковина одна этот термальный регулятор но я думал сначала в липу положить так как теперь им пользоваться не думаю что это подходящий контрольный образец капсул нужно класть что-то горячее или холодное это устройство может подогревать воду стоп подожди горячее или холодное он сказал что очень горячий перец чили жжется если мне повезет то чили нагреет воду я буду очень аккуратен с этим чили я не хочу обжечь руки конечно странновато ух я и не знал что он настолько жгучий еще минутку с ним в кармане и я бы сгорел заживо отлично вода закипела вот это технологии будущего осталось закинуть туда цветок липы и теперь у меня есть успокаивающая настойка из книги пахнет необычно я аккуратненько выну горшок из фиксатора я не хочу ошпариться великолепно мы сделали настойку так пойдем сразу же ее отнесем держи выпей это карлата она успокоит твои нервы что это такое натуральный отвар из древнего цветка запах у него и правда древний ты уверен что цветок не протух обещаю он точно не старше трех тысяч лет а почему напиток в цветочном горшке это кружка мира а кружка мира ой вкус немного странный тебе лучше ну кажется да вообще то мне просто отлично мне нравятся цвета в этой комнате они такие игристые тебе вроде нужен был мой мохито можешь взять мне он больше ни к чему спасибо карлата вкусный мохито среди бела дня так и у нас грязный остался халат о нет перед щили оставил на нем черное прожженное пятно это у нас что освежитель дыхания пахнет нормально освежающий спрей тут не нужен ладно на всякий случай не помешает проверить так у нас есть мохито и скорее всего это именно то что нужно на этой форнитуле алкалахиде форнитула алкологичка держи какое то оно пожухлое по идее нужен чистый алкоголь но мохито еще никому не повредил но лед я выну мы же не хотим чтобы оно простудилось правда же всегда пожалуйста милый мой какого ты что то охранял по просьбе тотеля должно быть он спрятал эту записку перед тем как улететь в экспедицию так форнитула алкологичка выплюнула что то так фу взял так ну что это так у нас остался кубики льда у нас есть стакан пустой соломинка записка скрепка неплохо тоталь на многое пошел чтобы спрятать эту записку от посторонних глаз посмотрим что там у нас великий кальмар карта с маршрутом до мутрополиса мутрополис седьмой сектор карта не очень подробная но это хорошее начало скрепка у нас еще осталось так окей что нам вообще еще нужно сделать ну можно пойти поговорить с теми я забываю постоянных именам микро и второго как зовут его брата ну так а почему скарлаты не поговорить ну ладно со всеми в общем поговорим посмотрим что будет а люк генри то что искала то чудище все еще может находиться в кабинете тоталя ну я судя по всему нашел это люк я кое что нашел тоталь спрятал в своем кабинете вот это карта с маршрутом до мутрополиса он наконец то его нашел это вообще возможно похоже он сузил зону поиска до сектора 7 сектор 7 огромен сотня тысяч гектаров туда то и отправятся похитители нам нужна помощь я звоню охрана копам охрана коп отдел города медосот офицер блайт слушает нам нужно поговорить с главным следователем по делу b 206 у нас есть важная информация по поводу похищения пожалуйста оставайтесь на линии детектив джефферсон изложите причину звонка мы располагаем важная информация о пропавшем археологе да да мистер попель доктор тотель мы нашли новую зацепку кто-то вломился в кабинет жертвы и украл все его исследования хотите заявить о проникновении со взломом тогда я переведу вас на другую линию нет нет взлом связан с похищением с похищением ваш археолог пропал ничто не указывало на похищение что но мы этому свидетели дело в том господа что я сам лично веду дело мистер тиктока это не первый раз когда он вот так пропадает ваш рассеянный друг очень любит пропадать во время экспедиции да но сейчас все совсем не так послушайте я послал пару охрана копов прочесать джунгли ваш бедняга сам на них выйдет так всегда бывает вы что даже не хотите услышать о новой зацепке конечно выкладывайте мы думаем что похитителей направились в легендарный город мутрополис они похитили тотеля потому что из всех археологов только он верил в его существование в легендарный город доказательства на этой карте покажи ему карту пересылаю а вы еще на линии детектив к моему сожалению да так вот карта слушайте вот как мы с вами поступим если ваш друг не объявится через неделю я попрошу развесить галлопостеры по всему району доброго дня господа фелиция что я тебе говорил про видеозвонки я устал успокаивать этих нервных родственников сэр звонок все еще идет твою ж дивизию поверить не могу мы сами по себе тогда его будем искать мы нужно только разжиться хаверджетом и набором для выживания мы что сами будем прочувствовать сектор 7 злодеи похитившие тотеля могут быть опасны это мы опасны эмм кобра опасна мы знаем что они ищут но этого недостаточно чтобы сузить масштабы поиска для начала сойдет насчет поисков тотеля да мой план в том чтобы поскорее забраться в хаверджет и вылететь на поиски обследовать землю под нами осмотреть ее из иллюминаторов так не пойдет на это могут уйти целые месяцы сектор 7 слишком большой нам нужна зацепка координаты точка отсчета должен же быть способ понять куда ведут его похитители ты прав я этим займусь так координаты нужны да окей насчет хаверджета как нам его достать поговори с Петрой в ангаре кампуса она уже помогала нам с этим но проси машину побольше мы с микро летим с тобой в ангаре поговорить с Петрой хорошо насчет набора для выживания это не тот набор который здесь рядом спрятан в стене но там нужен ключ чтобы его открыть насчет набора для выживания есть идеи что нам может понадобиться стандартного набора для выживания будет более чем достаточно в нем есть все на случай любых неурядиц уху ладно пора возвращаться к работе мы не можем терять ни минуты я посижу тут и я могу просматривать личные записи тоталя с моего терминала его исследования могут навести нас на след теперь я жалею что не слушал его когда он только и делал что о Мутрополисе говорил ну мы точно так же не слушали его когда он читал нам лекцию про связь кофейных пятен с эффектом бабочки ага очень сложно было понять когда он рассказывал что-то действительно важное я тут подумал микро мог бы влезть в базу данных охрана копов за информацией он шарит в компьютерах и всяком таком а это законно нет но вчера он запрограммировал Макса отключить все мусородавилки на исправительном уровне и это тоже было незаконно тогда я с ним поговорю будет намного быстрее если отправлю ему сообщение вот так принял захожу в базу данных охрана копов это было действительно быстро как шустро тут у вас все ты можешь залезть в базу данных охрана копов конечно легко в прошлом году меня уволили за то что я залез к ним на сервер и попытался обнулить мой штраф за парковку тебя уволили? ага но я влез на сервер нашего отдела кадров и снова сам себя нанял хех как удобно в следующий раз я буду аккуратнее так а Тревор что за Тревор? а вот этот здесь что то в общем Тревор только непонятно что а не позовешь Тревора? я все еще не могу приучить его выходить на имя я думаю что он прекрасно понимает когда его зовут просто он осознанно это игнорирует это единственное чему он пока не научился обычно я выманиваю его едой запомним так ты что нибудь нашел? пару аэроснимков сектора 7 в университетских архивах только топографические карты так что пришлось лезть в базу охрана копов я загрузил самые последние спутниковые снимки всей области они помогут нам когда мы разузнаем о местоположении Тоттеля ты не проверил есть ли на них следы Тоттеля? спутниковая камера слишком далеко а людей на этих снимках не различить даже людей с таким огромным самолюбием как у Тоттеля а как проходит обучение Тревора? довольно успешно у него удивительно крепкая хватка я обучаю его работе по металлу вообще-то он уже достаточно сносно управляется с молотком пока что он может делать лишь самые простые формы но для него не это уже большой прогресс что такое то этот самый Тревор вообще? так ну то есть он в итоге нам ничем не поможет и думал он координаты нам найдет что нибудь нашел? это просто спутниковая карта о которых я тебе говорил теперь я просматриваю инвентаризационные описи охрана копов для поисков нам может понадобиться шпионское оборудование и похоже я могу заказать доставку на наш адрес если еще раз спросить ладно я сообщу если что нибудь узнаю до скорого мужик так у нас есть куча предметов которые я не представляю как нам могут помочь нам нужно значит хаверджет нам нужно найти координаты ну ладно хаверджет понятно нам нужно поговорить в ангаре с Петерой нам нужно набор выживания он там в стене в коридоре есть только ключ по идее нужен будет к нему ну вот мне вообще непонятно что делать по поводу координат давайте со всеми поговорим в общем есть новости? нет охрана копы считают что он просто потерялся и вы с близнецами решили сами отправиться на его поиски да? я с вами тоталь хороший человек ты какая-то другая кобра другая? это какая? типа дружелюбная дружелюбная? не невозможно до скорого дай знать если что-то узнаешь конечно кобра я дам тебе знать ну да действительно я тоже удивился что она сказала про тут или что он хороший человек так сюда вот у нас безопасный сейф это электронный замок с высоким уровнем защиты наборы для выживания очень дорогие и чтобы получить доступ нужно заполнить кучу скучных бумаг аааа кучу бумаг заполнить нужно да? давайте поговорим тогда с как тебя карлата зовут забываю это имя это растение подняло тебе настроение? конечно мне нравятся его листья они светятся я продолжу расследование я продолжу расследовать дай знать если кто-нибудь попытается проникнуть в кабинет конечно буду следить а как нам заполнить бумаги? где? ну давайте попробуем поговорить сейчас с люком может он просто нам подскажет куда пойти по этому поводу так насчет набора для выживания есть идея что нам может понадобиться так ну это уже было ладно ладно университетский пропуск университетский пропуск ладно пойдем наверное тогда в ангар к Петре пустой в нерабочем состоянии так я постоянно путаю что нам вниз нужно выходить а не вверх постоянно так Микро а ты может нам бумаги распечатаешь скачаешь да нет я вернусь когда я вернусь увидимся потом ангар находится на первом этаже что там за уточка слева посмотрите Петра может помочь мне с Хеверджетом ах нельзя ее взять подвал еще есть а если в подвал смотаться? давненько я в подвал не спускался там всегда пахнет формальдегидом и никогда не знаешь чего ожидать привет Генри ой это кто тут? мумия робот робот убирай мети словно ветер ошибка 006 тут ничего никогда не работает бак есть какой то пусто это жуткое покрывало надеюсь он не сильно разложился давай-ка посмотрим эй-эй-эй-эй эй-эй-эй Генри хватит тут все лапать ты же прекрасно знаешь насколько находки могут быть хрупкие не трогай эту простыню извини Фрида ладно так витрины особо хрупкие находки в этих витринах находятся в среде с регулируемыми условиями интересно на вид очень старое нужно обследовать очень аккуратно так инструкция по взлому замков что ли? что это такое? похоже на монографию по искусству воровства как жаль что я не могу переворачивать страницы получается что две эти отмычки могут вскрыть практически любой современный замок то есть любой замок возрастом 3000 лет это может пригодиться мне лишь нужно изготовить эти отмычки хм может быть мы таким образом получим набор для выживания не заполняя бумажки то есть замок вскроем да твою же дивизию опять проклацал ну есть что там такое? люди в баке жесть деревянная шкатулка эй 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 Генри хватит тут все лапать ты же прекрасно знаешь насколько находки могут быть хрупкие извини пистолет и значок? нет спасибо я целый семестр изучал древние пистолеты они мне никогда не нравились но кто-то из нас был ими просто одержим кто же это был? ну дай угадаю наверняка кобра а да микро микро? хех я удивлен я думал кобра это что за розовая коробочка с пончиками? Генри! я не собирался это трогать какой-то он там напряженный мне нравится его стрижка нужно будет запомнить и в следующий раз сделать такую же если концентрация кальция в костях превышает 400 единиц на тысячу пусть дельта равна квадрату мю умноженному на вектор реинтеграции ДНК интересный подход великий кальмар что за ужасы природы я вижу перед собой а погодите-ка он просто вверх ногами хе-хе аккуратнее с образцом Генри он очень хрупкий ой а это что? светится блестит там какая интересная колба она мне нужна Генри Фрида теперь с тобой поговорим наконец-то привет Фрида Карлата рассказала мне про Тоттеля как такое могло произойти? я не знаю но это мы и собираемся выяснить я свела все к кабалу или теневому правительству конечно обе эти организации ведут свою деятельность из полого ядра Марса так что ага скорее всего это сговор регулярного и теневого правительства не думал что они могут быть в сговоре? мне кажется что это охотники за сокровищами в сговоре с кем? не с кем никаких сговоров такой ты наивный милое дитя просто надеюсь что вы найдете его быстрее инопланетян хе-хе-хе-хе фрида забавная а где вся твоя команда? только что отправилась в экспедицию такое чувство что им находок с прошлой мало но что вы нашли? руины полицейского участка 19 века куча пушек, гранат, все по классике но мы также нашли парочку редкостей это заняло у меня неделю, но я все привела в божеский вид до скорого тогда вот это наверное и есть коробка с пончиками значок оружие из того участка книга оттуда же что это у нее интересно в полбе? но нам судя по всему это будет нужно но она опять таки нам это не отдает наверное то же самое что с мохитой нужно будет как-то обменять у нее ладно, пойдем дальше исследовать главный зал мне нужно поговорить с Петерой ой, а это что такое? это робот? я уже подумал, инопланетянин это что за статуя моргающая? жесть дракон торговый автомат что же мне сегодня купить? еда 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 автомат не работает я не могу делать заказы без моего официального пропуска а я понял пропуск у нас есть отлично я хочу есть отлично я хочу есть ошибка истек срок действия пропуска блин я забыл перевыпустить пропуск ну ладно то есть мы ничего не можем здесь сейчас купить ладно запомним что здесь есть такой автомат мы обнаружили десятки изображений этих существ но ни одной окаменелости а декан настоял на том, чтобы мы сделали голограмму но если вам интересно мое мнение, они такие же мифические создания, как и Дуэйн Скала Джонсон хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе А что тут такого? Эм, странно. Ну ладно. Так, мы можем туда еще выйти, а наружу. Каждый раз, когда я пытаюсь ее погладить, я рискую лишиться глаза. Хроматический термометр. Жидкость внутри становится розовой при предельно низких температурах. Но пользоваться им нужно с умом. Свет въедается при контакте с воздухом. Прошлой зимой один такой взорвался у микро в руках. Весной его лицо еще отдавалось синевой. Похоже, он снимается. Так, аккуратненько. Мы что, его забрали? Зачем он нам? Ладно, у нас есть термометр. Может быть, нужно сделать вот так? Сосульку лучше не трогать, почем зря. Я не хочу, чтобы она растаяла. В стакан положить тоже не нужно, да? Ладно. На ангар. Наконец-то. Тут я смогу найти Ховерджет. Нужно поговорить с Петрой. Так, плакат разыскивается. Это еще кто? Разыскивается. Розоволос. Нарушение общественного порядка. Мечужин. Нападение на примированного карликового пинчера. Окей. Он что, собаку пнул? Они же вымирающий вид. Чудовище. Ладно. Отвертка. Похоже, она никому не нужна. Ну ладно, окей. Скоро инвентарь уже у нас заполнится полностью. Что за коробки? Они на имена докторов Шейла и Рубия. Должно быть на геологическую кафедру. Это Квио-короб. Эй! На ярлыке написано «Внимание! Лаборатория Центрального заведующего экспедициями Гэй Диджона». Это посылка для меня. Да, ты можешь посмотреть, что в ней? Может, как раз отверткой ее и вскрыть? В чем смысл? Ну а как открывается эта посылка? Что? Китолет? Это что? Транспортное средство в форме кита? Китолет? Кто-то его моет. Я не могу взять такой большой транспорт. Это же пассажирский корабль. Петра. Так, давайте вначале осмотримся здесь, потом поговорим с Петрой. Ну, еще кто-то есть. С ним мы не поговорим. Мотоциклы. Мотоциклы мне не помогут. Они для поездок на короткие расстояния. К тому же они слишком маленькие. И сильно пугают. Руба, рука. После рождественской вечеринки я к ней больше близко не подхожу. Интересно, что было на рождественской вечеринке. Масляная лужа. Я не хочу измазать все руки. Так, масляная лужа. У нас есть стакан. Давайте попробуем набрать. Налью себе стакан холодненького масла. Черт. Стакан выскользнул у меня из рук. Что ж, он и так занимал слишком много места у меня в кармане. Получено достижение растяпа. Так подождите, а что мне с масляной лужей тогда сделать? Мы разбили стакан. Просто взяли и разбили стакан. Молодец. Зато освободили ячейку инвентаря. Шикарно. Ладно, запомним, что здесь есть масло. Что за панель управления ангара? Она ничего не делает. Похоже, она работает только в чрезвычайных ситуациях. Сегодня немного облачная. Ящик находок. Тут есть маленькое отверстие, но это не замочная скважина. Руки прочь, собственность охрана копов. Извините, офицер. Чёртовы гражданские вечно сначала всё лапают, а потом задают вопросы. Дело, говорите, капитан. Так, а вы, значит, охрана копы, да? Тревога. К нам приближается неопознанный субъект, капитан. Привести в исполнение протокол А, лейтенант. Вы имеете в виду протокол С, капитан? Почему же? Что не так, Са? Огонь на поражение. А что там в С? Разрешение применять пытки. А какой протокол отвечает за установление личности? Протокол Кью. Привести в исполнение протокол Кью. Выполняю, капитан. Эй, ты там. Я? Тут? Назовись. Эм, доктор Генри Диджон. Я археолог. Работаешь здесь, салага? Ага, глава экспедиции команды Сигма. Сигма? Это у вас там сотрудник в земных джунглях пропал? Ага, у нас. Эх, вот ему не повезло, Гарри Мэке. Джунгли — место опасное. А вы не поможете спасти моего босса? Я обнаружил новое свидетельство похищения. Хорошая новость. Нам только что доложили, что дело закрыто. Но он все еще не найден. Вы, ребята, вообще дела-то раскрываете? Да. Собственно говоря, только в том месяце мы спасли кошку с очень высокого дерева. Конечно, не лично мы, понимаешь же, но мы читали отчет. Ну да. А что в этом синем ящике? Потерянные предметы. Уточнение, предмет. Кроме него туда сегодня больше ничего не опускали. Можно гляну? Вдруг мое? Да. То есть нет. Как мы узнаем, что ты не захочешь взять то, что тебе не принадлежит? Очень наблюдательно, коллега. Ну так как мне доказать, что предмет мой? Опиши то, что ты потерял, и я скажу, это ли лежит в ящике. Ладно, я потерял животное. Нет, это не животное. Оно съедобное? Да, полагаю, что съедобное. Оно приготовленное? Не сказал бы, что приготовленное, нет. Тогда холодное. Очень холодное. Постой-ка, я понял, что ты задумал, радость моя. Блин, почти прокатило. Возвращайся, когда вспомнишь, что именно ты потерял. Это было действительно забавно. Мы просто разводили этого охранокопа. Хранокопа вопросами. Ладно, нам нужно узнать, что здесь потеряно было. Удачи, спасибо, сынок. Конус. Руки прочь, собственность охранокопов. Ладно, говорим с Петрой. Привет, Петра. Генри, я надеялась сегодня с тобой пересечься. Я слышала про Тотеля. Какого черта? Есть новости? От похитителей ни слова. Но охранокопы-то его найдут? Они типа закрыли дело. Чего? Поэтому я и пришел сюда. Мы собираемся на его поиски. Я очень надеюсь, что с ним все хорошо. Тотель всегда приносил мармеладки на собрание кафедры. Я просто не могу представить это место без него. Мы его вернем, Петра. Так, нам нужно транспортное средство. Оно нужно вам для поиска в Тотеле, да? Совершенно верно. Тогда я, скорее всего, не замечу, как вы покинете ангар без разрешения на вылет. А какая птичка вам понадобится для перелета на дальние дистанции в пределах планеты на несколько пассажиров? Так, посмотрим, что у меня есть. Байки для вас с близнецами маловатые. Кроме того, далеко они не уедут. Кит все еще на обслуживании. А, и еще заместитель Декана только что улетел на наших последних двух хаверджетах на Фондю-курорт у горы Олимп. Так что у тебя остается только вон тот хаверджет посередине ангара. Но он не наш, это внештатный перевозчик. Тебе придется самому с пилотом договариваться. Этим я и займусь. Дай знать, если тебе понадобится что-то еще. Так, ну мы вроде еще могли с тобой поговорить о чем-то. А там стоит посылка с моим именем. Возможно, это так. Но мы пока не разбирали посылки. Можешь заняться этим сейчас? Извини, но мне нужно придерживаться плана. Сначала перекличка, а потом мойка всех машин. И только затем разбор посылок. Понял. В мире никто не ценит регламент больше меня. Я приступлю к разбору посылок, как только мы отмоем кита. Пятнышко проглядели, ребят. Слушай, а ты ничего в ангаре не теряла? Ты это о чем? Охронокопы сказали, что в ящике для находок что-то лежит. Я ничего не теряла. Погодь, сейчас прошу. Эй, ребят, вы там ничего не теряли? Ну, вообще-то да. Когда я был молод, у меня была это... Это, ну, как ее... Надежда, что все будет лучше. Спасибо, Рональд. Хорошо, сегодня с утра поработал, приятель. Мы ничего не теряли. Только надежду. Ладно, мне пора. Генри, да? Удачи. В молодости у него была надежда, но он ее потерял. Нужно поговорить там как-то с этим пилотом. Привет. Че как, парень? Это твой корабль? Да. Нет. А кто спрашивает? Я, доктор Генри Ди Джон. Я хочу нанять твой ховерджет. Так, расклад такой. Все по-тихому. Никаких вопросов. Особые скидки для археологов. Вот так номер. Я-то как раз археолог. Гонишь. Ну, тогда тебе крупно повезло. Куда летим? Точно пока не скажу, но довольно далеко. Как далеко? Кликов 50, не меньше? Нет, гораздо дальше. Сектор 7. Сектор 7? Забудь, парниш, я не улечу из сектора 2. Но твой ховерджет легко довезет нас до сектора 7. Все не так просто. Я слишком примелькался на границе. Чертова хронокопа никак не отстанут. Одного этого уже достаточно, чтобы завязать с контрабандой. То есть, не с контрабандой вообще. Забудь про контрабанду. Я не могу отсюда улететь, потому что очень уж мне Сектор 2 нравится. Старая добрая двоечка. Вперед, Орле! Вот это все. Контрабандист он, да? Боится отсюда улетать. Чего тогда ты такой дерганый? Не люблю, когда хронокопы дышат в затылок. Я просто честный пилот ховерджета. Ну да. Но в местах не столь отдаленных, полно невинных людей вроде меня. Ты видел те плакаты «Разыскивается»? Это розоволос. Он напал на карликового пинчера Мэра. Я слышал, он из старого его пса поколотил. Я хотел сказать, что опасный преступник все еще на свободе. И думаешь такой, что хронокопы будут только этим и заняты, и наконец-то станут от честных пилотов фоверджетов, но нет. Слушай, ты недавно ничего не терял? Что? Зачем? Ты что, хронокоп? Давай, выкладывай. Нет. Те офицеры сказали, что они нашли какой-то предмет. Я думал, вдруг он твой. Похоже на какую-то ценность. Вольнем 50 на 50. Ты в деле? Ты что, хочешь это украсть? Не давай заднюю, парниш. Ты в деле или нет? Я не хочу в тюрьму. Это ящик для находок, не государственный марсианский банк. Так, ну учитывая, что выбор нам просто не дают, придется согласиться. Хотя я не хочу. Отлично, осталось найти отвлекающий фактор. Найди чем отвлечь и хронокопов. Остальное я беру на себя. Я пошел. Будь на чеку, парниш. Итак, тут у нас преступник есть. И нам нужно совершить преступление сейчас. Ну как, не то чтобы что-то страшное, тут ящик для находок просто, в котором что-то валяется. Но нам для этого нужно отвлечь и хронокопов. Как это сделать? Потрогать конус? Руки прочь, собственность и хронокопов. Нет. Так, ну получается, я так понимаю, я помогу, допустим, этому катрабадисту. Катрабадисту он согласится нас отвезти на Хаверджете за это. Но мне все еще нужно будет найти... Так, жалко, что в игре нет никакого журнала, потому что я уже толком не помню, что нам еще нужно. Нам координаты нужны? А, и набор для выживания, вот. Знаете что, ребята, давайте мы, наверное, здесь уже прервемся. В следующей серии будем думать, что делать с хронокопами, как добывать координаты и этот самый набор для выживания. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...